приветствую любителей красивой поклевки и верной посечки с вами геннадий гатилов компания волжанка и стилет нано что такое нано стилет нано стилет ну надо понятно маленький совсем маленький легенький он предназначен именно для говли на совсем легкие приманки но я бы не сказал что совсем легкие на самом деле в комплекте идут 4 вершинки сменные которые позволяют ловить с приманками от 0 5 до 8 граммов но я бы сказал даже и перегрузить можно и 11 грамм этому спиннингу при белой вершинке так называемый родной не являются пределом то есть можно уверенно катать эту приманку что я еще хочу сказать но это мое мнение я могу ошибаться но почему-то я в нем уверен что подобной модели наверное нет других производителей то есть это сочетание будем говорить легкого спиннинга легкого класса со спиннингом экстра экстра ультралайт если так можно выразиться и это сочетание обеспечивает прекрасный бланк который многим владельцам стилетов знаком и сменные вершинки различные жесткости ну для любителей мурмаспина вот и как бы наработки мои точнее моих друзей мои я хочу сказать следующее вот у меня здесь стоит огромная объемная приманка вот андрюша не делал их мы с ним обсуждали эту тему именно объемная приманка но очень легкая она из легкого сплава сделано именно это позволяет создать объем и небольшой вес в этом есть определенный плюс кто наверх тот знает так что начинаем работать точнее начинаем продолжаем работать с этой приманка с этой мормышкой и смотрим что у нас получится вы не поверите но на близких дистанциях ну порядка пяти семи метров я прекрасно ощущаю игру мормышки я ее чувствую ну а как у меня сейчас действовать леску моно вполне достойный но 14 диаметр ну и вот это удилище позволяет выполнять забросы приманки вот эти 0 5 0 7 грамма где-то порядка на 15-17 метров достаточно прилично для такой легкой мормышки и ветреного дня ну вот тем не менее рыбу мы все-таки поймали нам подарок водохранилище сделал такой замечательный но у нас другие цели и задачи мы продолжаем показывать работу стилета нано с другими вершинками сейчас мы поменяем ее на так называемую родную и оценим насколько это будет целесообразно в принципе можно аппроксимировать и понять как работают остальные вершинки то есть что-то между самой мягкой и самой жесткой смотрим как работает самая жесткая вершинка да я еще хотел вот что важное сказать владельцы стилета нано иногда высказывают недоумение по поводу именно заделки колец на самых тонких самых нежных вершинках я сейчас постараюсь все это объяснить дело в том что пока еще нет таких маленьких тюльпанов то есть их никто не производит таких тонких вершинок поэтому производитель и мы согласовали все это дело ставит сюда маленькие раннинги точнее это тонкая проволока но внутри каждого колечка вварена твердосплавная вставка что защищает кольца от тропила и наносит будем говорить минимальный ущерб лески итак меняем вершинку их вот у нас здесь комплект помните я говорил а кто не помнит я еще раз покажу как выбрать самую мягкую и самую жесткую вершинку если мы раскроем мы увидим вверху самую жесткую а внизу самую мягкую вершинку в комплекте как я говорю у нас четыре вершинки две из которых изготовлены из графита и две из стекловолокна ну напоминает фидерную историю итак вставим самую мощную ту та которая изначально рассчитана восемь грамм но я говорю что можно работать и с приманками весами двенадцать даже четырнадцать грамм но при этом надо соблюдать аккуратность и вершинка и удилище очень информативно то есть и визуально я вижу что происходит и тактильно то есть все все поведение приманки передаются в руку буквально и легко отличать характер дна вот камушки я сейчас чувствую идёт там до камушков был участок иллистого дна вот такой вот из цветов мусор небольшой и всё это чувствуется даже вот такой вот малюсенький-малюсенький веточка вот такая чувствуется что произошло что-то с блесной такое прекрасное распределение нагрузок то есть самая нагруженная часть выгибается вдоль лески да вдоль шнура всё остальное распределяется по блатку очень красиво и гармонично здесь идёт игра с лагом приманочка практически на одном месте его покачиваем там в воде пробуем что-то сделать прекрасно всё видно натяжение натяжение лески слабину сладко пошёл вниз вот натянулось и продолжаем игру вот 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 такой можно сказать обширный обзор получился по стилету нано что что ещё можно сказать о ней об этой модели длина 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 с длина 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 Материал среднемодульный графит Я хочу еще здесь обратить внимание, зависит от плетения полотна и очень много сейчас зависит от связующего, то есть то, что связывает графитовое полотно и режимы полимеризации этого состава. Очень удачно подобраны и материалы, и технологии. Если на моей памяти максимально крупная рыба, которая была поймана именно на стилет, это судак почти на 4 килограмма, то даже стилет нано, я думаю, тоже управится с крупной рыбой. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Геннадий Гатилов, компания «Волжанка» и «Силетнано», который я вам рекомендую.